Ну и, конечно, сейчас нам задают вопрос, а почему вы считаете, что профилактикой ВИЧ и вообще работой со СПИД людьми, которые болеют этой болезнью, должна церковь заниматься? Мы так понимаем, что церковь – это понятие духовного роста в первую очередь, а это медики, тем более такая болезнь, такая со смертельным исходом. И вот сейчас давайте мы с вами рассмотрим, что об этом говорит Священное Писание. Кто должен этим вообще заниматься в первую очередь? Что самое удивительное и интересное? Оказывается, этим должны заниматься в первую очередь священнослужители. Именно профилактикой заболеваний, передающихся половым путем, и в том числе ВИЧ. Потому что за всю историю человечества людям угрожали разные половые болезни, разные инфекции, которые передаются половым путем. И ППП – это инфекции, передающиеся половым путем. Вы знаете, что это за такое сокращение? Ну или часто используют тоже такую аббревиатуру – ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем. Потому что инфекция – это вроде как узко. Инфекция. Да, инфекция. А заболевания – это уже все болезни, в том числе и ВИЧ. И в Ветхом Завете есть специальная книга, в которой уделено внимание, как и что должно происходить в этом случае. То есть Господь через Моисея дал закон по профилактике этих заболеваний. Книга Левит, 15 глава. Об этом говорит конкретно. Ну, она очень длинная, 33 стиха, поэтому мы ее будем читать так по-раздельным. Очень важно, во-первых, понимать, что это Божье откровение для народа. Тогда не было всех вот этих вот инструментов, которые могли исследовать там под электронным микроскопом, что это, кандидоз, или это вот сифилис, который внедряется, появляется прыщ этот на коже. Или ВИЧ, который внедряется. Или ВИЧ, который внедряется в ДНК. Но Господь на том уровне, который был, находился уровень знаний того народа, Он им показывает, как заниматься профилактикой, что необходимо было делать. Ведь у народа не было никаких знаний об инфекциях, об бактериях, как, что передается, почему это тогда. Система здравоохранения. Да, система здравоохранения. Но вот это вот самая первая профилактическая система медицинская. Система здравоохранения. Система здравоохранения Моисея, скажем так, да. Первая в истории человечества. Ей более трех с половиной тысяч лет. Книга Левит, 15 глава. Два главных лидера, которым Господь через них дает задание именно священникам этим заниматься. Первый, второй стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, самым главным священникам». Это все равно, что сейчас президент даст команду Алексию Второму, главному Равину, главному Сипко-Риховскому Акаре, всем священникам, главному муфтию, вы должны заниматься профилактикой всех этих болезней. И сегодня, этот год, 2008 год, объявлен годом семьи, это программа не Путина, не программа правительства, это программа священников. И чтобы не произошло это в семьях, этим должны заниматься вы, товарищ Алексий. Как бы странно ни звучало, они должны обучать людей, в первую очередь, этим духовным истинам, духовным законам, и просвещать относительно того, как это должно происходить и в постели в том числе. Далее. Здесь очень часто, прежде чем мы о чем читать, управляется термин «нечистота». Состояние человека, в котором человеку запрещается пребывать во время богослужения. То есть, в большом скоплении народа. Находиться при большом скоплении народа. Когда это происходит, человек становится нечистым? При контакте с мертвым телом. То есть, переносил, дотрагивался, ну, любой контакт с мертвым телом, в котором уже начинают развиваться вот эти все бактерии. А тем более, человек, если умер от инфекции, от какого-то заболевания такого инфекционного, тем более. Об этом говорится в числах 19-й глава. Нечистое животное. Левит 18-й глава. Контакт с трупом умершего животного. Левит 11-й глава. Употребление в пищу различных нечистых животных. Левит 11-й глава. Заболевание проказой. 13-й глава. Различные истечения. Ну, в частности, уроженцы после родов. Излияние мужского семени. 15-й глава. Левит. И месячное кровотечение у женщин. Ну, вот это вот перечисление нечистоты. Откуда появляется у человека нечистота? Если был контакт с этим, если это произошло у самого человека, то он считается нечистым. Ему запрещено появляться на людях. То есть, он может быть источником инфекции, по большому счету. Сейчас мы давайте с вами вот так вот разобьемся на две группы. Но поворачиваться не будем. Каждый за своей, так сказать, партой. Разберем. Ну, допустим, здесь будет группа. Профилактика у мужчин. Вы читаете Левит. Левит 15-й главу с 1-й по 18-й стих. И посмотрите, какую профилактику мужчинам дает Господь. Как мужчины должны заниматься профилактикой заболеваний, передающихся половым путем. А вы у женщин. Левит 15-й глава с 19-го по 30-й стихи. Итак, давайте дадим время, чтобы вам это все обдумать. И вот вопросы, на которые вам нужно дать ответ. Посмотрите. Значит, как определялось, что человек болен? Какой-нибудь... Напишите себе. Или подчеркните. Или подчеркните. Как определялось, что человек заболевал какой-то болезнью? Очень интересно. Дальше. Какие пути передачи были опасны в их время? То есть, если он болен, как он мог передать эту болезнь? Через какие жидкости, через какие вещи передавалась эта болезнь? Как проводилась дезинфекция источника заражения? В том числе и этих вещей. В чем отличались меры профилактики для мужчин и для женщин? Это потом уже вместе. Да, это вместе. В последние два вопроса вместе. Какие другие меры безопасности Бог повелел людям применять? Значит, как определялось, что мужчина болел какой-то половой болезнью? Во-первых, источником и определителем болезни являлось истечение, которое из половых органов исходило. На одежду также, на место, где он сидел или спал. То есть, на простыни, на все вещи, с которыми он соприкасался и взаимодействовал. А если это было истечение не из полового органа, а из, например, прямой кишки? Ну, я думаю, это тоже. Это тоже? Да. А истечение из носа? Из носа? Ну... Понимаете, то есть, в общем-то, здесь говорится, согласитесь, о всех истечениях из организма. Если у него флюна потекла, и он не может ее контролировать. То есть, любые истечения, понимаете? То есть, практически то, о чем сейчас говорит медицина, об этом давно было сказано. Что любое истечение из организма, и самая главная проблема, где в основном инфекция сосредоточена, как вы поняли, в крови, в жидкостях, которые истекают из организма. То есть, тогда уже Господь дал людям понятие, что жидкость ненормированно потекла, человек болен. Держитесь, подача, чтобы заразиться. Это ненормально все. Там может быть инфекция. То есть, вот, в общем-то, на понятном языке людям было сказано. И какие пути передачи были вот эти вот? Ну, пути передачи... То есть, с чего нельзя было прикасаться? Соприкосновение с теми... Как оно? Во-первых, с самим человеком. С самим человеком, безусловно. Потом с продуктами, которыми он взаимодействовал. С вещами. С вещами, которыми он взаимодействовал. То есть, с постелью, на которой сидел, со стулом. Там, как сказано, если сосуд, да, глиняный прикоснется к нему, то его следует разбить. Если деревянный, то помыть. То есть, к предметам вот тоже такое было. Санитарная обработка произведена была. Причем настолько, что вплоть до того, что разбивать эту посуду. Уничтожение, да. До уничтожения. То есть, дезинфекция здесь тоже конкретно... Ну да. Санэпидемстанция здесь работает хорошо. Причем, кто санэпидемстанция? Священник. Только вот интересно, как тут сказано где-то про повозку. А, и всякая повозка, в которой ехал, имеющаяся лечение, не чисто будет до вечера. Даже повозка. Вот почему до вечера? Вот обратите внимание, значит, во-первых, дезинфекция указывается, что должно быть место, но еще какое-то время для чаяния. То есть, то, что сейчас называется инкубационный период. То есть, даже про инкубационный период здесь мы с вами читаем. Все Бог дал, так сказать, людям вот эти все знания. Тогда, когда у них не было еще знаний о бактериях и вирусах. Они уже знали о такой профилактике. Ну, такие вот небольшие выводы здесь вот показаны. Значит, истечение, это любое гнойное истечение, да? Непроизвольное истечение семенной жидкости, которое может содержать какие-то инфекции. Это второй стих. Так скажите нам, Израилевам. Если у кого будет истечение из тела, то от этого истечения он не чист. Действительно, данные похожи на гонорею, то есть, на венерическое заболевание. Предметы, через которые передавались. Все сосуды, постель, повозка, стул. Все. Об этом говорится с 5 по 12 стихи. Ну, и слюна. Восьмой стих. Если имеющий истечение плюнет на чистого, в слюне тоже может содержаться. То есть, вот, практически указаны все те жидкости, в которых могла быть инфекция. То есть, даже разговаривать, и то надо предохраняться. На расстоянии. В ванном, это. В марлевой повязке. То же самое, туберкулез. Те же самые простудные заболевания. Это то, что передается вот именно воздушно-какином. То есть, как бы, еще такой момент. Тут нету таких вот стигматов. То есть, это действительно передается через это. Вот если мы говорили о ВИЧе, то он не передается воздушно-кабельным путем, да, там, через соприкосновения. И такое. А вот тут, как бы, именно говорится, что это... Вообще об инфекционной болезни. То есть, здесь, конечно, не идет речь о ВИЧ. И не только речь о половых заболеваниях. А вообще, да. Например, герпес. Им болеют подавляющее большинство людей. Просто половой герпес, который бывает на половых органах, а у простых людей герпес, который поднялся выше и на губе выскакивает. Это тот же самый герпес. Ну, очень многие этим болеют. Как сейчас говорят, почти 98%. А он передается просто при поцелуе. Вот мама поцеловала ребенка, все, у него этот вид есть. А попили люди с герпесом и без герпеса. Считайте, вот, приобрели себе эту палочку. Поэтому, как бы, вот эти вещи... Этот вирус. Этот вирус. То есть, эти вещи просто нужно для себя понимать, что это реальность, это действительно так. И если там сказано, что такие сосуды нужно мыть, ни в коем случае не пить из одного, особенно если там из него попил вот больной человек, нам надо принимать во внимание эти вещи. Ну, и методы профилактики какие применялись? Значит, во-первых... Мыться. А во-первых, мыться обязательно. Обязательно омывать все тело, всю одежду, все, что соприкасалось с больным человеком. Все надо было тщательно вымыть. Причем, смотрите, как надо было мыть. Живой водой, да, там написано. То есть, проточной водой. Обязательно проточная вода. И изолировался человек до вечера. То есть, вот этот период обязательно должно происходить. Глиняные сосуды разбивались, деревянные мылись. Ну, и обязательно мыться после каждого полового акта, если это происходило между супругами. Пустые. Да. Пустые. Ну, значит, была у них живая вода. То есть, да, понимаете? Проточная вода. Проточная вода. Рыбниковые. Или набирали специальные сосуды, конечно. Колотцы, тарелли они себе. Конечно. Проточная вода была. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект «Молитва» и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарии». Субтитры создавал DimaTorzok